Дохнуть жизнь в Минские соглашения. Так называется статья, опубликованная 21 марта аналитическим центром Project Syndicate. Ее автор Карл Бильдт, шведский политик, дипломат с 2006 по 2014 год, министр иностранных дел Швеции, один из инициаторов проекта Восточного партнерства, направленное на политическое и экономическое сближение Европейского Союза с шестью странами бывшего СССР, Украиной, Молдовой, Белоруссией, Грузией, Азербайджаном и Арменией. Автор пишет, что существует два возможных пути развития конфликта на востоке Украины. Путь первый – мирное урегулирование в рамках минских договоренностей. И второй вариант – замороженный конфликт с периодическими боевыми столкновениями. Карл Бильд отмечает, на данный момент урегулирование мирного процесса на территории Донбасса дошло в тупик. Россия и Украина обвиняют друг друга в нежелании выполнять взятые на себя обязательства. В то время, как в Донбассе происходит ужесточение конфликта, Европейский Союз и Соединенные Штаты обсуждают возможность снятия санкций с России для того, чтобы участвовать вместе с ней в антитеррористической операции в Сирии. Шведский дипломат считает, что для продвижения мирного процесса в Украине Западу стоит изменить свой подход и предпринять более решительные действия. По мнению Бильд, решение о продлении санкций против России полностью зависит от выполнения Кремля минских договоренностей. И подчеркивает, сейчас нет признаков того, что Россия собирается их выполнять. Очевидным является то, что ослабление санкций лишит Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки рычагов давления на Кремль и оставшегося авторитета в Киеве. Вероятнее всего, после такого решения конфликта в Донбассе продолжится, переходя то в фазы ожесточенного противостояния, то в фазы прекращения огня. Карл Бильд пишет о том, что Кремль неоднократно обвинял Киев в намеренном затягивании процесса децентрализации в Украине. Минские соглашения предусматривают проведение конституционной реформы, в том числе децентрализации управления. Но то, что именно это подразумевает, точно в тексте соглашений не прописано. На самом деле, Россия сама является прекрасным примером того, как реальность не всегда соответствует тексту Конституции. На бумаге Россия является федерацией, но президент Владимир Путин сосредоточил власть в своих руках. Карл Бильд отмечает, что проведение свободных и справедливых выборов в Донбассе и восстановление Украиной контроля над границей является предварительным условием для обсуждения конституционных изменений. Карл Бильд подчеркивает, сейчас виждется ожесточенная дипломатическая битва за то, кто должен проводить выборы в Донбассе и на каких условиях. Сепаратистские лидеры выступают против участия украинских политических партий, также они против, чтобы в голосовании принимало участие полтора миллиона переселенцев. Но такие условия должны быть неприемлемы для правительства Украины, ЕС и США, считает Карл Бильд. Если Запад хочет увидеть прогресс в выполнении минских соглашений, он не может рассматривать другую альтернативу, кроме проведения выборов в Донбассе международными организациями по украинскому законодательству. Карл Бильд резюмирует, Западу не стоит недооценивать свои возможности использования санкций, для того, чтобы урегулировать конфликт на востоке Украины. Санкции принесли существенные убытки российской экономики, поэтому их отмена особенно важна для Кремля. Запад не должен допустить ослабление санкций и превращение минского процесса в абсурд. Если это произойдет, конечным результатом будет замороженный конфликт, который может перерасти в серьезный кризис безопасности для всего мира. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...